Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вы каждый день найдете обзоры на все, что появилось в игре. Все, что выкладывают разработчики, я высветляю и высказываю абсолютно честное мнение по поводу всех игровых событий. Если вы хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на этот канал. А еще, друзья, у меня два канала, и я предлагаю вам подписаться на оба из них. Почему так? Потому что каждый день YouTube отправляет подписчику не более трех уведомлений с каждого канала, на который вы подписаны. Ну и, соответственно, подписавшись на оба канала, вы уж точно не пропустите ничего, потому что видео будут улюбиваться на обоих каналах, и эти видео будут разными. На данный момент будем делать обзор на Argonauta. Перед этим я уже успел сделать обзор на семерку и восьмерку из пятого сезона. Видео вы найдете по ссылочкам в описании. Ну и, кроме того, ребят, хотелось бы сразу предложить вам некое немаленькое игровое событие, касающееся моего канала. Первое. Буквально через несколько минут после выхода данного видоса по Argonauta на канале появится вот такой вот видос на канале GSN Games, ссылку на который вы найдете в описании к данному видео. Заходите по этой ссылочке и в комментариях пишите свое мнение по поводу темы видео и обязательно указывайте свой игровой никнейм на Евросервере. Один из вас заберет себе коллекционную машину. Плюс к тому, ребят, если до конца недели вот этот канал наберет 10 тысяч подписчиков, то на том канале будет проведена прямая трансляция, на которой через каждые 20 минут мы будем определять человека, который заберет себе золото. Поэтому, друзья мои, переходим на второй канал, подписываемся на него, прожимаем на колокольчик, выбираем все уведомления с канала. А еще буду безумно благодарен за ваши комментарии, ну и, конечно же, за лайк под данным видео, а также за лайки под видосами на втором канале. Спасибо вам большое за благовременно, за то, что помогаете развивать мне мою мечту. Итак, ребят, Argonaut, что он собой представляет? Это ПТХ, которая не обладает рубкой, обладает довольно-таки устрашающим орудием по размерам. И это, ребят, только базовое состояние данной машины. Точно так же, как и в двух предыдущих видео, касающихся восьмерки и семерки, мы сначала покатаем на базовом состоянии данной машины, потом выведем ее в топ и посмотрим, насколько лучше она станет играться. Для того, чтобы забрать данную машину, необходимо в данном случае мне 2580 аккумуляторов. Почему так? Потому что 260 аккумуляторов, снимая обзоры на предыдущие машины, я успел потратить, точнее, заработать, потратить время и при этом заработать себе игровую валюту в количестве 260 единиц вот этих вот аккумуляторов. Таким образом, получается, что общая стоимость открытия данной машины для вас обойдется в 2840 этих аккумуляторов, ну, либо 2840 единиц золота. Покупаем данную тачку, ну и, соответственно, смотрим красивое видео, но недолго. Теперь переходим к техническим характеристикам. Поскольку эта ПТ-ха не обладает рубкой, соответственно, качать будем орудие, двигатель и гусеницы. Что собой представляет машина в целом? Прочность 1716. Для девятки, для ПТ-шки в целом неплохо. Особой броней не обладает, но местами танкует довольно неплохо. В отношении основного бронирования. Основное бронирование в корпусе всего лишь 97 мм, но там есть неплохая приведенная броня по верхнему бронелисту, а так в целом пробивают вполне спокойно. По бортам тоже танковать нечем, хотя если ромбом как-то стать, где-то что-то как-то танкануть получится. В отношении двигателя. 42 км вперед и 11 назад. 11 назад, безусловно, очень мало, откатывается крайне вяленько. А вот ехать вперед со скоростью 42 км в час вполне себе привычно, если вы ПТ-вод. Я, допустим, ПТ-шки люблю, на ПТ-шках катаюсь часто, и 42 км в час вперед меня не смущают абсолютно. Ну и, ребят, у нас самое важное это орудие. По орудию даже в базовом состоянии, в принципе, есть чем похвастаться. Практически 400 единиц урона на базовом снаряде. Опять-таки, кумулятивные снаряды в виде голдовых снарядов, и меня это не сильно радует, 330 единиц урона с пробитием в 350 мм. Ну, это действительно классно, но пойди пробей. 244 мм по пробитию, тоже нормальная цифра для девятки, даже против десяток играется вполне нормально. Поэтому у меня стоит досылатель, улучшенное сведение, добавил ХП, потому что бронирования как такового нет. Ну и дальше все, в принципе, в порядке стандарта того, что касается ПТ-ш. Стоит также отметить, что существенным минусом по данной ПТ-хе, с учетом того, что рубки здесь нет и на борт ее как-то склонить не получится, это угол склонения орудия вниз всего лишь минус 6. Короче говоря, на неровностях играется действительно дискомфортно. Также стоит отметить, что несмотря на то, что в оборудовании у меня два слота посвящено улучшению сведения, сведение у нас все равно более 4 секунд, а если быть точным, то 4,1 и разброс, кстати, ребят, можно сказать конский, 0,394, будем округлять до 0,4. Короче говоря, в отношении орудия в чем-то, в чем-то напоминает мне бабаху, правда, на девятом уровне и немножечко типа понерфленную, хотя после того, как понерфили саму бабаху, я уже не знаю, что там куда нерфить еще можно. Ну что, берем машину и поехали, попытаемся ее затестировать в базовом ее состоянии. Итак, ребят, поехали. В отношении подвижности и маневренности вообще никаких нареканий нет. Я был к этому готов, поэтому цепляться вообще не к чему. Это то, чего я действительно ожидал. В отношении орудия в наводке вправо-влево, ну, как вы видите, не сильно большой градус, поэтому довольно часто приходится, ребят, доворачивать корпусом. Это действительно дискомфортно. Хотелось бы, чтобы было немножечко получше. Выезжать вот так вот в наглую смысла никакого, в принципе, нет. Я сейчас это делаю только потому, что засветился у нас цептор. Ну и в целом лучше, конечно, выезжать вот так вот обратным ромбиком. Причем желательно, чтобы было какое-то еще укрытие. Если говорить о том, насколько хочется ехать на передовую, на передовую ехать вообще не хочется. Я понимаю, что здесь танковать нечем. Я понимаю, что как только я приеду и меня кто-то увидит в прицеле, я сразу получу в дыню. Поэтому я просто в наглую стою, жду, чтобы кто-то появился и по нему уже буду отстреливать. Жаль, конечно, что нашего слили. И вот как раз 331, 575, 196. Короче говоря, мама моя дорогая. Лупят только так. Пробивают все куда не лень. По времени сведения. Я бы не сказал, что комфортно. Действительно долговато. И об этом я говорил еще стоя в ангаре. И как вы видите, от меня осталось всего 500 с копейками единицы. Меня продолжают пробивать. Эта ПТ-ха явно предназначена для того, чтобы находиться я не знаю где. Наверное, просто стоя на своем респе, на какой-нибудь полностью открытой карте, стоя за каким-то огромнейшим камнем. И при этом всем... Блин, без сведения вообще попасть ни в кого нереально. И при этом всем этот камень должен закрывать все, кроме вашего орудия. То есть такой себе, знаете, камень с отверстием. Сводимся, кидаем и... Не попадаем в очередной раз. Очень хочется химеру добрать, но, блин, как-то не получается. Добирают ее до меня. Постоять за себя самостоятельно, понятное дело, на этой ПТ-хе не выйдет однозначно. Во-первых, нет рубки поворачивающиеся, которая будет помогать вам реально в кого-то прицелиться нормально. В отношении времени сведения в базовом состоянии все тоже крайне печально, я бы сказал. Пока сведешься, враг от тебя уже давно отъехал. Вот сейчас допускает ошибку СТРВ-81. Это мой шанс был. Чем я танканул? Орудием. Орудием, ребят, танканул. Это везение. Просто везение, не более того. Наверное, надо что-то менять. Становимся здесь. Опять-таки, долгое сведение. Но урон в 367 все-таки проходит. И при этом всем, слава богу, мне повезло. Шпрот промахнулся. Че делать? Не знаю. Ехать на Шпрота, наверное. Больше ничего другого в голову не приходит. Будут сейчас ждать, пока он там как-то появится. Даст по мне тычку. Я ему попытаюсь дать чего-нибудь в ответ. Ну, а дальше буду надеяться на наших союзников. В общем, машинка играется, знаете, так вяленько. И все бы хорошо, если бы была хоть какая-то броня. Тогда еще... Что это было? Здание. Блин, я его не увидел. Адреналин. Адреналин мне в душу. Иду в размен. Чем-то на канал 400 сейчас непонятно. Если бы у этой ПТшки было бы немножечко больше брони, игралось бы, конечно, совсем по-другому. Ну, а так, как я уже сказал, эта ПТха предназначена для того, чтобы находиться прям совсем, совсем далеко от соперников. И при этом иметь время на то, чтобы нормально свестись. И после этого дать плюс-минус неплохой урон. Ну, то есть, такая себе ПТха поддержки, даже не третьей, а четвертой линии. 2400 единиц нанесенного урона. В отношении того, что это в пределах моей команды, второе место в команде по урону, что в целом довольно-таки неплохо. Особенно с учетом того, что меня пробивали все, кому не лень. Мне повезло, что в меня несколько раз не попали. Один раз СТРВ-81 дал мне попадание по орудию, что позволило мне опять-таки танкануть. Но это не более чем случайность. С другой стороны, чего ожидать от картонной ПТшки? Да, в целом ничего не ожидать, кроме того, что когда вы выведете ее в топ, она станет действительно классной. Но единственное, что стоит отметить, что вывести ее в топ получится либо за огромную сумму по золоту, либо донатами для того, чтобы получать себе аккумуляторы. Для того, чтобы вывести танк в топ, необходимо заплатить, как вы видите, 38 370 золота. Ну, понятное дело, что ни одна девятка в нашей игре таких денег не стоит. И это по цене, по большому счету, два годных набора с десятками и хороший набор с какой-нибудь восьмеркой. Того получается три танка вы можете приобрести за стоимость выведения данной ПТшечки в топовое ее состояние. Ну, а пользуясь пресс-аккаунтом, не будем просматривать красивое видео. Пользуясь пресс-аккаунтом, специально для вас вывожу данную машину в топовое состояние. И, соответственно, будем сейчас заценивать. Для начала, пока не забыл, сразу закидываем все, что только можно закинуть чисто наугад. И теперь давайте будем смотреть на технические характеристики. Первое. По гусеницам. Что становится лучше? Становится лучшая скорость поворота корпуса. Это приятно, потому что в том состоянии, в котором она была, она уже меня не удивляла, а теперь она будет лучше. Причем лучше будет существенно. Я бы сказал, ну, на сколько там, на 50 практически процентов. Это действительно прибавка немаленькая. Теперь по двигателю. По двигателю, ребята, здесь у нас мощность двигателя увеличивается, но несущественно. То есть не так, как с восьмеркой было, но хорошо, улучшили, да и улучшили. Вероятность возгорания у нас становится... Что тут? Не понял я. А, вероятность возгорания 12% вместо 18%, которые были в базовом состоянии. Ну, тоже неплохо, но что-то я вроде бы не горел в этом бою. Может, просто повезло. Средняя скорость увеличивается на 2 километра. Я думаю, это будет не сильно ощутимо. Тяга, вооруженность, не сильно обращаем внимание. И скорость поворота корпуса. Вот тут действительно тоже прикольно, потому что здесь тоже идет улучшение. Соответственно, суммарно вместе с гусеницами поворачиваться будем неплохо. А это будет добавлять нам возможности быстрее выцеливать мимо проезжающих нас соперников. Ну и самое главное. Орудие. Орудие действительно преображается. Как вы видите, практически на секунду время сведения у нас уменьшается. А это действительно круто. 3,4 время сведения должно играться нормально. При этом разброс у нас становится лучше. 0,340 против 0,4, которые были. Здесь у нас увеличивается существенно урон в минуту. И составляет он теперь, ребят, на девятом уровне целых 3443 единицы. Ребят, это на 700 единиц больше, чем было у базового орудия. И время перезарядки, ребят, у нас становится лучше на секунду. При этом всем обратите внимание, что у нас пробитие становится на 12 миллиметров выше, нежели было раньше. А это добавляет комфорта явно игры против десяток. Кумулятивные пробивают на 20 миллиметров больше. Фугасы особо трогать не будем. И при этом всем наш ДПМ увеличивается за счет того, что у нас улучшается время по перезарядке и становится действительно комфортным. Да еще и на 40 единиц становится больше урон за каждый выстрел на базовом снаряде и составляет уже 430 единиц. Это действительно круто. Ну что, ребят, берем, поехали. Я лично уверен в том, что сейчас вот с этим вот, извиняюсь, дрыном бревнометом данная ПТ-ха должна показать себя по крайней мере по количеству урона, ну уж явно получше. Ну что, братцы, поехали. И слушайте, на месте развернулся вообще на ура. Просто этого даже не заметил. Прибавка в отношении маневренности сразу чувствуется. Чувствуется на первой же секунде боя. Как только я принял решение повернуть налево и поехать, у меня это сразу получилось. И, как я говорил в предыдущем бою, мне, в принципе, и той поворотливости хватало. А сейчас так вообще просто по красоте. По времени сведения тоже ощущается разница, причем неимоверно. Я надеюсь, что сейчас здесь кто-то все-таки будет проезжать, и я смогу накинуть урона. А если нет, то продвигаюсь дальше вперед вместе с нашим тяжиком. Никого нет, никто не подъезжает. Блин, ну это обидно. Ну хочется-то по ПТ-шить. Это ж ПТ-шка все-таки. При этом всем, ребят, с учетом того, что ХП и прочность машины не улучшаются, сразу вспоминается предыдущий бой, в котором ехать вперед не хотелось, и это желание не появилось абсолютно. Ну что, попытаемся подъехать поближе, попытаемся чего-нибудь сделать интересного. Особенно мне интересно, если будет такая возможность, а по факту необходимость включить адреналин, интересно будет посмотреть на момент улучшения скорости перезарядки. По точности. Блин, ребят, ну слушайте, сейчас в ТС-5 попадаю просто-таки на ура. Причем там полосочка, полосочка в верхней части ПТ-хи была, ну прям совсем маленькая. Да, пришлось подключить голдовый, для того, чтобы пробить, но и ТС-ка непростая ПТ-ха, там брони достаточное количество. Поехали дальше, поехали дальше, смотрим, на мосту кто-то есть, нет. Тяж, давай едь вперед, я не буду за тебя твою работу делать. Давай, двигай. Ну, опаньки, вот оно как получается. А ну, ради интереса, фугас. Ай-яй-яй, просто не успел, зато получаю, получаю от Т-30. Блин, ну это фигово, это фигово, потому что он меня сейчас подловил, я сейчас буду вынужден как-то отсюда где-то как-то отыгрывать. Но точность есть, точность есть, ребят, а вот в отношении всасывания урона все как было, так и есть. Сейчас не пробил меня, интересно, куда. Разворачиваемся, времени перезарядки более чем достаточно. Даем 354 по проджете 46-й и пытаюсь дальше свилять, потому что, ну потому что приехал еще один просто товарищ. Все, повоевали. Нет, ребят, этого боя мне недостаточно для того, чтобы вкусить полностью ПТ-ху. Все-таки ПТ-шка предназначена для игры на дальних расстояниях, а в этом бою дальнее расстояние выцепить у меня просто физически не получилось. По ощущениям, могу, возможно, в чем-то повториться, но давайте пробежимся еще раз. Что явно улучшилось? Маневренность улучшилась однозначно, здесь вопросов никаких нет. Сразу ощутимо улучшилось время по сведению. Однозначно, однозначно ощутимо было количество наносимого урона. И что самое классное, вот это вот увеличение маневренности машины, оно сразу привело к ощущению резкого улучшения в отношении качества выцеливания соперника в случае, если вдруг до ворота орудия тебе не хватает, ты гораздо быстрее доворачиваешься корпусом. То, что я немножечко пропустил Т-34 на мосту, да, это моя ошибка, но в засвете я его там особо-то и не видел, был сосредоточен на других машинах, ну и, соответственно, получил на 700 с копейками в корму, а это абсолютно неудивительно, особенно, кстати, вот сюда, если попадая, то сразу идет подрыв боеукладки или как минимум критование боеукладочки. Ну что, берем машину, как обычно, ничего не вырезаем из обзоров, это за пределами принципов моих каналов, ну и будем давайте тестить еще раз. Итак, друзья, давайте будем смотреть, кто куда поедет. Поехали все налево, ну и, соответственно, мы тоже, мы тоже, ВЗ, не гони, не гони, поехали с нами, с нами даже Тяж поехал. Поехали вместе со всеми, обратите внимание на динамику. Ягдтигр 8.8, обгоняем. От АМХ, АЦ 48, восьмерка, тоже не отстаем. То есть, едем бодро, прямо на направление, куда нам надо. Но вот единственное, что, не совсем, не совсем пока ощущаю, где конкретно я смогу нормально ППТшить. Угол склонения орудия минус 6, маловато, конечно, будет. В отношении точности, сейчас будем надеяться на то, что точность меня не подведет. В отношении брони, я и так понимаю, что в целом, танковать особо нечем, чисто везение и не более того. Прилетик, ответочка на 480, кстати, неплохо, мне лично понравилось. Ну и, как обрекли внимание, я уже перезарядился. То есть, в целом, я готов ехать дальше в бой, ИС явно ждет, пока я покажусь, а я этого делать не хочу. Сейчас попытаемся вот этого брата как-то выцелить, если его оттуда не спугнут. Так, не получается, не получается нормально подстроиться, слишком, слишком, слишком низенький я или слишком высокие дома. А может, в детстве это все было немножко и поменьше. Но, есть, добрали. Времени сведения хватает. Точности, я бы сказал, без полного сведения тоже. Я опять перезарядился, опять готов к бою. Ну, ИС, зараза, блин. Давай, появляйся. Чуть-чуть не повезло, получаю сверху. Ну и опять разнесли. Опять разнесли меня. Ну, что тут скажешь? Живучести у ПТшки нет. Просто, просто, просто отсутствует ПТха. Как я уже сказал, она предназначена для игры на каких-то дальних расстояниях. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, может быть, приехал бы куда-нибудь сюда, отсюда попытался бы ПТшить по машинам, которые были бы сверху в городе. В общем, далеко не на каждой карте у вас получится данную тачку реализовать. Но это честное мнение, абсолютно честное. И говорить по поводу того, что это имба, мне лично не приходится. Понятное дело, что машина далека от имбы. И все то, что я говорил раньше о ней, я не буду досматривать результаты боя, потому что смотреть особо нечего. Как я говорил, выбрасывать из своих обзоров я никогда ничего не буду для того, чтобы вы реально видели то, что вы планируете возможно себе покупать за реальные деньги или за вашу кровную голду. За себя скажу откровенно. 38 тысяч понятное дело за топовое состояние данной машины это очень дорого. Я любитель ПТшек и понимаю, что на некоторых картах на ней будет играться действительно очень приятно. Стоит отметить, что я не супер великий танкист, я не киберспортсмен и я не статист и возможно в руках более умелого игрока данная машина будет играться совсем по-другому. Для себя понимаю, что попадать в топ-3 по урону в победных боях там, где вы будете находиться где-нибудь на другом конце карты и будете уже с улучшенным орудием более бодро отстреливать по своим соперникам, здесь спорить абсолютно не приходится. Стоит ли прокачивать данную машину до топового состояния, здесь решать уже однозначно вам. Я же хочу данную машину себе как минимум исходя из ее уникальности, из ее штучности, ну и потому что мне нравятся танки, которые в принципе отличаются от многих других машин в нашей игре. А наш органавт он действительно отличается от многих ПТшек. И не только своим внешним видом, но и своим геймплеем. Ребят, подписывайтесь на оба моих канала, пишите свои комментарии, напомню по поводу того, что если до конца недели на втором канале, а именно на канале GSN Games мы соберем 10 тысяч подписчиков, то там проведем прямую трансляцию, где будем через каждые 20 минут определять победителя на голду. А еще через пару минут появится вот это видео на канале GSN Games, оставляя комментарии, под которым и подписываясь на канал, вы становитесь участником розыгрыша на коллекционную машину. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.